Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Господа, мы что-то мало уделяем внимания птицам, а ведь они потомки динозавров. Но сегодня не об эволюции, сегодня мы поговорим об идеальном пернатом рыбаке. Встречайте скопу, хищную птицу, распространенную в обоих полушариях, один из двух представителей семейства скопиных. Для начала обращусь к мужчинам-рыболовам. Как вы думаете, в чем залог успешной рыбалки? В крепкой леске, терпении и тишине? Удача для нас, неумелых лысых обезьян, возможно, но настоящим профессионалам не нужны вспомогательные помогальщики. Пара лапок и клюв — вот вся экипировка скопы лучшего рыбалова на свете. Кот-рыболов сейчас, наверное, обиделся где-то в Юго-Восточной Азии. Наш пернатый гость — космополит чистой воды. Птичка унижает своими умениями рыболовов по всему свету, обделяя стороной лишь полярные шапки. Наверное, не хочет соревноваться с пингвинами, дабы не понижать ни себе, ни им самооценку. Как несложно догадаться, жилплощадь Скопа устраивает с видом на всевозможные водоемы, реки и водохранилища и озера. Главный критерий, конечно же, не красота местных пейзажей, а наличие рыбы. Как же выглядит идеальный рыболов по версии матушки природы? А выглядит он, как и любой среднестатистический рыбак, не больно-то и презентабельно. Потрепанный птиц с вечно ошалевшим взглядом и чрезмерной любовью к морепродуктам. Вместо крючков и удочек наш пернатый рыболов вооружен длинными лапами с гигантскими когтями. Они впиваются в тело рыбехи, как гарпун, не давая скользкой добычи улизнуть из цепких лап. Скопа длиной 55-58 см, с размахом крыльев 145-170 см. По сравнению с самцами, самки скопы на 20% тяжелее, а размах их крыльев больше на 5-10 см. В Северной Америке вес самцов варьируется в пределах 1,2 кг, а вес самок 1,602 кг. И если человеческую рыбалку вряд ли можно назвать увлекательным зрелищем, то процесс охоты скопы — это отдельный вид искусства. Заприметив с высоты подходящую жертву, птица камнем падает вниз, когти вперед, крылья назад, и вот пернатый охотник уже ныряет за своей добычей на глубину целых 2 метра. Для взлета с водной поверхности она использует мощный, почти горизонтальный взмах крыла. В воздухе добыча удерживается одной лапой впереди и одной сзади, чтобы улучшить ее аэродинамические свойства. Как правило, рыба поедается, начиная с головы, а еще скопы не пьют воду, ведь потребности в ней восполняет свежая рыбка. Кстати, дабы производить свои зоныры успешно, перья птицы имеют сальную водоотталкивающую структуру, а носовые клапаны защищают ноздри от попадания внутрь воды при нырянии. В чем же еще заключается секрет успеха идеальной рыбалки? А секрет этот на банальности прост. 99% рациона скопы составляет рыба. Соответственно, не умеющая рыбачить скопа – это мертвая скопа. На змей-рептилии мелких млекопитающих пернатые ныряльщики охотятся лишь в исключительных случаях. Но есть и другая причина, по которой нашим героям приходится становиться рыболовным экспертом. Ведь скопа, не умеющая рыбачить, не только не выживет от голода, но она еще и обречена на вечное одиночество. Если человеческие самочки постоянно возмущаются по ходам мужа на рыбалку, то пернатые дамочки наоборот вечно гонят своих мужчин на рыбалку добывать пропитание для всей скопиной семьи. И этот рыбный вопрос встает особенно остро в брачный период. Как оказалось, путь к сердцу женщины тоже лежит через желудок. Обычно верные своим супругам самки, ибо скопы моногамны могут загулять на стороне с более успешным рыболовом. Если собственный благоверный оставляет даму сердце без вкусного ужина, нет, вы не подумайте, скопы девушки — не меркантильные москвички с пристрастием к суши. Свой вклад в общее семейное дело они тоже вносят. Дамы у скоп очень даже заботливо и обстоятельно обустраивают гнездо, ухаживают за ним и высиживают на пару с самцом деток. Их, кстати, вкладки может быть до четырех штук. А еще скопы опекают спиногрызов очень недолго — всего полтора-два месяца. Поэтому неопытный молодняк, даже оперившись, клянчит у мамки с папкой добычу, давя на жалости родительские чувства. Однако, поскольку скопы мигрируют индивидуально, молодняк должен стать полностью независимым от родителей ко времени осеннего прилета. Период половой зрелости у скоп наступает приблизительно через три года. Но в местах редкого гнездовья может быть продлен до пяти лет. Скопы живет ястреб рыболов в среднем до 25 лет. Враги у нашего любителя свежих суши тоже есть. Скопы подвергаются нападениям воздушных хищников, в частности, сов и орлов. В Северной Америке их врагами считаются белоголовый орлан и виргинский филин, которые охотятся за птенцами и изредка за взрослыми птицами. Среди наземных хищников, охотящихся за гнездами скопы, можно назвать енотов, змей и других лазающих под деревьем животных. На находящихся на зимовке птиц могут охотиться крокодилы. Например, Нильский может подкараулить скопу, ныряющую за рыбой. Однако при всем при этом вымирать наши идеальные рыболовы-ныряльщики не собираются и весьма распространены как вид, а вы хотели бы уметь так идеально рыбачить. Пишите в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала, пока я сделала великого Миноеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...